В эфире Вести Москва. Неделя в городе. В студии Екатерина Коновалова. Здравствуйте. Мы расскажем о самых заметных событиях уходящей недели. День Победы, День Памяти. Он дошел до Чехословакии. Освобождал Западную Украину. Участвовал в форсировании Десны. Готовцы отметить 9 мая и встать в ряды бессмертного полка. Травмоопасный сезон открыт. Это падение со спортивного велосипеда. Следующий пациент – это падение с большой высоты 10 этаж. В больницах наплыв маленьких пациентов. Дети могут оказаться в опасности на улице и дома. Часто по вине родителей. Как не допустить? Трагедия. Осторожно, лафтотрон. Я купила здесь небольшой апартамент. И обещали, что через год его построят. За воздух я плачу 54 тысячи в месяц. Вместо роскошных апартаментов – недострой. Каковы шансы получить жерну деньги? Как работает схема обмана покупателей? Когда выкинуть надо? Денег жалко. Дачное общество утилизирует по старинке, вернее, никак. То есть сваливают там, где попало. С наступлением дачного сезона Подмосковье стремительно превращается в свалку. Когда СНТ начнут штрафовать за бесплатную утилизацию. Но в начале срочная новость. Подмосковье разыскивает опасного преступника. Ранним утром в деревне Чолохова Егоревского района 27-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья пятерых байкеров.